Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов и вы снова на канале OEMZAP. Сегодня будет продолжение истории того самого мотора G4KE, который к нам приехал с почти волговским двигателем. Помимо проблемы с мотором, который сейчас в процессе решения, у нас возникла проблема с полным приводом. Как вы знаете, иногда съедает шлицы, а, соответственно, пришло время отремонтировать эту неусправность. Сегодня мы вместе с Михаилом сделаем это. Пойдемте в цех. Поехали! Ну что, ребят, это у нас коробочка от нашего G4KE. Это Kia Sorento, которые пытались откапиталить в Ростове с кладышами. Но у нас есть еще одна проблема. Как вы видите, здесь уже съела шлицы, шлицевое соединение. Угловой редуктор сюда, оставляется шлицевое соединение на полный привод. И когда эти шлицы обрезают, у вас, грубо говоря, остается только передний привод. Он работает вот на вот этих шлицах. Вот, видно, да? Вот. А задний полностью не функционирует. Кроме того, у этого автомобиля еще потекла муфта. Муфта Haldex, подключаемый полный привод. А в данный момент клиент как бы согласился на ремонт АКПП. мы будем менять корпус дифференциала. Так. Красивый, вроде чистенький. А масло тут у нас, получается, и не меняли никогда. Ребят, не забывайте, что на этих машинах масло менять надо. Ну, в общем, процедура разборки не сильно сложная. Откручиваем по кругу болты. Не забываем про то, что эти четыре болта с другой стороны. Берем монтажечку, либо большую отвертку. А лучше и то, и другое. Пошел. Все. Нас здесь интересует, в принципе, ну, то есть, не пакет фрикционов, ничего такого. Нам нужен именно дифференциал. И вытаскиваем. Корпус здесь литой. Поддон здесь стоит спереди. По сути, это не поддон, это крышка гидроблока. Фильтр прикручен всего лишь на два болта. Менять его, в принципе, не сложно. Не считая того, что нужно коробку снять и разобрать. Смотрите, сколько грязи внутри. Корпус дифференциала разбирается не сильно сложно. Он точно так же. Все здесь собрано на болты. То есть, переворачиваем. И откручиваем. Далее же снимаем шестерню главной пары. Берем в сторонку, чтобы не мешало. Вот тут у нас еще два болтика под ударную отверточку кристалла. Отстучали. Если почувствовали, что эти болты с помощью инструмента а-ля пистолет или еще что-то не откручиваются, лучше вот именно ударами это все делать, потому что можно свернуть и потом долго мучаться с высверливанием. Это у нас крышка дифференциала. Это шестерелка левого привода. Сателлиты. В принципе, ничего сложного. Обычный дифференциал. Чтобы снять большой подшипник, нам нужно его в корпус зажать хорошенько в тиски. И вот здесь вот есть такие... Это даже отливка такая специальная. То есть, я так понимаю, это специально для... Хотя, скорее всего, это для, наверное, больше перемешивания масла. Они вряд ли думали, что мы будем это все дело разбирать. Ну, очень отлично сюда. Смотрите, как вообще зубильца ложится, как будто вот для него прям сделано. Потихонечку, сильно не стучите, потому что когда вы долго и сильно стучите с одной стороны, подшипник может лопнуть. Поймал. Пузо. Вот почему у механиков должно быть пузо. Чтобы подшипники ловить и дифференциалы зажимать. Аккуратненько. Раз, два. Все. Дифференциал выбрасываем. Подшипники сохранили. Сэкономили клиенту несколько тысяч рублей. С этой стороны мы забиваем игольчатый подшипничек. Вставляем его сюда. Берем. Берем уже оправку чуть-чуть потолще. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. И потихонечку. Аккуратненько, не спеша, выбиваем его на место. Он уперся в корпус. Вот тут вот видно. Щели нет. Сидит на месте. Дальше берем, переворачиваем его. Берем наш новый сальничек. С обратной стороны забиваем новый сальник. Сюда оправка нужна еще толще. Здесь это нужно делать все очень осторожно, чтобы согнуть новый сальник. Лучше чуть-чуть подбить его, вытащить или перепроверить, ровненько ли он заходит. Видите, чуть-чуть надо в другой угол ударить, чтобы его не косило. Все, видите, он ровненько сел. Нигде ничего не согнулось. Идеально. Как с завода. И дальше в обратном порядке. Точно так же, как разбирали, только теперь набиваем обратно подшипник. Бить можно бить. Только вот сюда. Оправки у нас, к сожалению, никак мы не дождемся, чтобы у нас появилась оправка под этот подшипник. Ну и, в принципе, он свободно садится зубилом. Ремонтировал когда-нибудь коробку механики. Любой из знают, как это делать. Самое главное, чтобы зубило не соскочило и не попало в подшипник. Ну что, корпус мы собрали. Подшипники установили. Все аккуратненько. Ничего нигде не отбили, не отломали, не откололи. Стальничек на месте. Игольчики на месте. Теперь видите, да? Дырочки есть у нас только с трех сторон. Соответственно, сателлиты мы собираем так же, как они и стояли. Все предварительно вымывая. Все отмыли. Мажем сразу смазочкой. Сюда у нас сходит промежуточный вал правого привода, чтобы там шлицы не ржавели. Я сразу все промазываю. И плюс вместо посадки сальничка тоже промазать. Лучше, чтобы он не завернулся, когда я его буду вставлять. Аккуратненько берем. Не забываем про вот эту шайбочку. И вставляем. И после этого собираем потихонечку сателлиты. Вымывая их от старого масла. Самое главное раньше времени все не вставить, потому что потом вот этот квадрат не зайдет. Сначала вставляем его, и потом вставляем пальцы сателлитов. Все на месте. Дальше все в обратном порядке. Что, ребят? Корпус дифференциала у нас готов. Сюда еще надо не забыть вставить колечко, потому что когда обычно моешь детальки, оно выпадает. Не потеряйте его. Это пыльничек, чтобы левый привод, шлицы левого привода не получали влаги. И вот стоит резиновое колечко. Много сильно тоже смазки не надо, потому что потом будет сложно вставить и промвал, и угловой редуктор. То есть просто смазали шлицы. Скажем так, обильненько. Но полтюбика сюда засовывать тоже не надо, потому что вы его потом сюда не засунете, смазка не даст ему зайти. Будет создаваться эффект воздушной пробки. Так, мы очистили коробку, как вы видите, от герметика. И сразу же на этом этапе я бы вам посоветовал всем выбить сальнички. Потому что сальники вещь одноразовая. А вот сейчас самый лучший момент, чтобы от них избавиться от старых и поставить новые. Еще есть нюанс с сальником левого привода. именно левого по ходу движения автомобиля. Они бывают двух размеров. То есть наши ребята уже приловчились, научились. Они уже подбирают постоянно те, что нужно. То есть там разница будет в 2 миллиметра. Самое главное не приобрести сальник, который будет меньше, потому что он у вас будет течеть. Ну, в принципе, любой сальник. То есть нужно подбирать именно тот, что был точно такой же, как ваш. Иначе у вас будет очень сильная течь и менять его на собранной коробке гораздо сложнее, чем когда она разобранная. Сальник номер один, сальник номер два. Вот так они выглядят. Здесь еще очень часто собирается много грязи, ржавчины. Это тоже все хорошенько лучше, пока есть возможность щеточкой полгара. Щеточкой почистить или наждачкой. Ну, в общем, чем есть. В общем, нужно очистить все это от грязи. Вымываем. Готовим к сборке. Смотрите, ребят, резиночку я помыл, на место поставил, нам ее осталось помазать. Смотрите на коробку. Она идеально чистая. И сделать нужно именно так, потому что любой мусор внутри коробки автомат это очень большая проблема. То есть, если вы начали что-то делать, нужно ее выводить, считайте, что в идеал, чтобы она была как на операционном столе. Все вымывать, все очищать. Чем больше там мусора, тем больше шансов забить какой-нибудь соленоид мусором. Если забьется соленоид, это съем, разборка, мойка, переборка, гидроблока. А гидроблок вещь очень дорогая. Если вы его разобрали и неправильно собрали, то придется очень сильно потратиться. Поэтому не тратьте ни очиститель, ни время. Вымывайте все в такой идеал. Все должно быть очистительным. Дальше я вставляю на место наш дифференциал в сборе. Вставить не сложно, просто вставили, попали в шлицы, все установили. Дальше мазаем резиночку. Обязательно ее мажьте. Не надо сюда мазать некоторые дела в герметик, в принципе, это не нужно. после того, как все помазали аккуратненько, надеваем крышку картера коробки. Самое важное, то есть попасть в насос, на котором кольцо наше, ну и, естественно, в направляющие. Получается коробка постоять в таком виде, дабы герметик подсох. Потому что тот герметик, часть герметика, которую выдавят снизу, чтобы он лучше приклеился в руку, поговорим. После этого ее можно будет перевернуть, вставить, установить сальники, установить бублик и залить в нее масло. Болты закручивать тоже нужно начинать с места, где рядышком направляющие, чтобы корпус не перекашивалось. Забил сальнички, как вы видите. Вот они. Один. С другой стороны у нас второй. Смотрите, не ошибитесь номером его, потому что они бывают в разных двух видов и у них разные размеры. Нам сейчас осталось установить гидротрансформатор. В народе мы его зовем просто бублик. Чтобы это было проще всего сделать, есть небольшая хитрость. берешь два болтика. Эти болтики как раз от крепления коробки к двигателю. Видите, все, защелкнулось. Нам осталось залить сюда маслом. Масло мы можем залить как на установленной коробке, то есть, когда мы уже ее поставим на двигатель. То есть, у нас есть вот здесь масло-заливная горловина, она же является уровнем. То есть, уровень у нас проявляется только на заведенном автомобиле. Так как мы завести не можем, у нас есть небольшой опыт в ремонте этих коробок. Скажем так, даже не небольшой, можно себя даже похвалить в этот момент. У нас очень большой опыт в ремонте этих коробок и мы все прекрасно знаем, что в среднем, то есть, если не сливать масло с бублика, при таком ремонте нужно где-то 5 литров масла, 5 с копейками. Соответственно, я уже себе отмерил масло у нас из бочки, поэтому не пугайтесь страшной канистрой. А залить как бы через то отверстие заливное, сами понимаете, неудобное, но спасибо производителю, он нам сделал еще одно отверстие. Так, все у нас тут. Сюда у нас, здесь у нас головка на 24, скручивается легко. Соответственно, мы открутили, ставили вороночку и просто стоимся, заливаем масло, как с ведра. Обратите внимание на цвет, вот так выглядит чистое масло. Соответственно, если его менять регулярно, мы обычно рекомендуем делать это каждый 50-60 тысяч, ну, в зависимости от того, как вы эксплуатироваете автомобиль. Если вы его эксплуатируете в основном в городе, меняйте масло пораньше. Если в основном трасса, масло можно менять чуть подольше, больше ездить, 1060. соответственно, если вы меняете его раз 60 тысяч, оно будет немножко темнее, чем сейчас. я отмеренное количество залил, это где-то 5,5 литров. Дальше нам уже нужен мотор и машина, соответственно. Но пока у нас, как вы помните, эта коробка с очень интересной машиной, это у нас, напоминаю, Kia Sorento, двигатель 2.4 с безумным ремонтом, сделанным, проделанным на юге нашей страны. Всего лишь за 50, кстати, тысяч рублей я поговорил с клиентом, выяснил это. Было недорого, но и недолго. вот мы раскрою небольшую тайну, отвезли блок от этого автомобиля на промерку и как оказалось, что блок шейки в блоке тоже повреждены. Соответственно, восстанавливать его смысла нет абсолютно никакого. Поэтому у нас будет, скорее всего, контрактный мотор, ну не скорее всего, у нас будет контрактный мотор, потому что и головку найти проблемно, и блок восстанавливать это тоже бессмысленно. Вот. Такие детали обычно долго не входят. Слишком много затрат и много проблем. Сейчас мы ждем от клиента контрактный двигатель, после чего, когда он привезет двигатель, мы, скорее всего, сделаем эндоскопию, чтобы посмотреть на состояние цилиндров. Вослушаем его пожелания. Может быть, он все-таки захочет его сделать сразу под кадешный насос, если не захочет, но тогда придется ставить как есть. Будем действовать по ситуации и, естественно, по желанию клиента. Ну что, парни, видео получилось очень длинным, но зато очень детальным. Надеюсь, что было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый классный контент вы получали. Первый. Субтитры Продолжение следует...